За сутки в городе было зарегистрировано 37 преступлений, 22 из них раскрыты по горячим следам. Так, сотрудники отдельного полка патрульной полиции задержали 23-летнего жителя Ленгера, подозреваемого в совершении грабежа. В 20.08 с пульта дежурного нашему экипажу поступило сообщение о грабеже на улице Ташенов возле дома номер 58. У потерпевшего неизвестные лица отобрали сотовые телефоны деньги в сумме 500 тенге. Наш экипаж 812 выехал на место происшествия. Потерпевший описал внешность нападавшего. И вскоре на пересечении улиц Казыбекби и Талкихана мы задержали подозреваемого молодого человека лет 20-25, у которого при обыске были найдены похищенные телефоны деньги. Задержанный тут же признал, что деньги и сотовый телефон принадлежат потерпевшему. Но об обстоятельствах, при которых они оказались у него, рассказал своеобразно. Я собирался ехать домой, шел на остановку. Мимо прошел какой-то парень и ударил меня плечом. Я остановился и потребовал извинений. Но он извиняться не стал, и тогда я его ударил. От удара у него из кармана выпали деньги и сотовый телефон. Я когда увидел, их подобрал и побежал за парнем, чтобы вернуть. Но он почему-то убежал. Наверное, торопился куда-то. Потерпевший, в свою очередь, рассказал диаметрально противоположную версию. Я возвращался домой. Когда подошел тот человек, он сказал, что из правоохранительных органов. Сказал, что у них здесь несколько машин и они следят за мной. Потом он обыскал меня, забрал сотовый телефон, деньги и скрылся. Обоих участников происшествия полицейские доставили в Альфарабийский отдел полиции. Сейчас дознаватели решают вопрос о возбуждении уголовного дела и мере пресечения в отношении задержанного. В поселке Карнак на окраине города Кентау открылся новый участовый пункт полиции. Это событие стало настоящим праздником для местных жителей. Теперь надеются ульчане, по улицам ходить будет спокойнее и за помощью к полицейским не придется обращаться за многие километры. Наш пункт полиции будет работать 24 часа в сутки. Это здание было построено за счет средств Департамента внутренних дел области. Также полицейское областное руководство снабдило нас всей необходимой аппаратурой, начиная от раций и заканчивая компьютерами и другой техникой. Здесь есть и комната отдыха для личного состава. Так что мы можем нести круглосуточное дежурство. На строительство участкового пункта ушло всего два месяца. На его возведение и покупку оборудования потрачено 3 миллиона тенге. Всего же по области в этом году открыто уже 50 подобных пунктов полиции. Сотрудники областного департамента ПЧС провели масштабное учение по отработке действий в случае наводнения. Здесь главная задача специалистов по чрезвычайным ситуациям была проверить готовность состава и обучить действиям местное население. Учения прошли в микрорайоне Самал. По замыслу учения было, что речка Качкарата выходит из своего русла и тем самым происходит наводнение. Заодно мы хотели проверить, как действуют экстренные службы во время таких ЧАЭС. Согласно этого учения, после того, как вышла вода из своего русла, один человек попадает в воду. На его спасение с нашего спасательного отряда водно-спасательной службы приезжает одна единица техники и три водолаза. Они спасают данного человека, оказывают первую медицинскую помощь и передают сотрудникам Центра медицинной катастрофы. Помимо специалистов департамента ЧАЭС в учениях приняли участие представители других служб – врачи, сотрудники ЛТД, Турмес и другие. В ходе учений была проведена частичная эвакуация жителей Самала. На данное учение были задействованы 15 единиц техники разных служб, а также 67 человек и одна мотопомпа. Руководители учений результатами тренировки остались довольными. Все службы уложились в установленные сроки.